Не проехав и 100 метров от телекомпании, мы повстречали первого нарушителя. Водитель Ниссан Тиана, игнорируя установленные правила, ездит в затемненной машине. Прибор фиксирует пропускаемость света всего 44%, предопустимой крайней норме боковых передних в 70%. Курс, что пленок, что наносить нельзя на передних света? Да. Почему на них нет? Ответа нет. При нас водитель быстро снимает пленку, ведь дальше по дороге еще один патруль. За правонарушение заплатят штраф в размере 500 рублей. И это лишь в первый раз. Злостные любители тонировки могут и вовсе остаться без прав. За время рейда выявлено 7 нарушителей, а в целом за прошлый год за тонировку были оштрафованы 180 коголымчан. Установка предметов или нанесение покрытий на передние стекла, которые ограничивают видимость с места водителя, которые, как правило, являются тем фактором, который служит в совершении административных правонарушений, в том числе в совершении дорожно-транспортных происшествий, так как водитель не может оценить сложившуюся обстановку, не может своевременно отреагировать, заметить пешехода. Тонировка машин стала одной из тем обсуждения в студии нашей телекомпании. В одном из январских выпусков программы «Вместе о главном» в качестве эксперта мы пригласили начальника ГИБДД. В студию поступил звонок. Хочу попросить вас взять на личный контроль вот такую вот ситуацию. Мира 14, первый подъезд, там белый Мерседес. Уже год наблюдаю, вот стекла передние затонированы. Несколько раз вместе с сотрудниками ГИБДД мы уже приезжали в этот двор. Но застать машину и владельца, о котором шла речь в прямом эфире, не удается. К тому же, со слов госавтоинспекторов, замерить степень донировки транспорта можно только во время его движения. Так что, если бы Мерседес и стоял во дворе, по закону выписать штраф и потребовать снять тонировку нельзя. Но это треть не последний, говорят ГИБДД. Поэтому встреча с неуловимым водителем все же состоится.